но здравствуйте с вами павел басманов и в этом уроке я вам расскажу по многочисленным просьбам о программе для создания слайд шоу а сопровождением музыки то есть программа совершенно бесплатная а многие очень просили и вот я нашел эту программку она абсолютно бесплатная и сейчас мы ее попробуем установить и как говорится создадим наше слайд шоу ну что ж наша программа то есть build.shade and creator создание слайд шоу бесплатно как вы видите на сайте именно производители этой программы мы видим что она совершенно бесплатно то есть да она маленько старенькая вот текущая версия 2012 года но зато она выполняет свои как говорится функции и полностью работает она работает так же вот как мы видим на windows 7 то есть она и под экспе работает и под windows 8 тоже естественно работает и вот сейчас мы с это все попробуем то есть адрес программы шиндер шоу тире креатор точка ком рус естественно через косую черту адрес будет под видео естественные описание этой программы ну что ж давайте скачаем эту программу то есть нажимаем скачать вот естественно мы ее сохраняем она небольшая всего лишь 6 мегабайт вот она уже практически скачался буквально за несколько секунд вот откроем папочку где наша эта программа установлена то есть вернем сейчас наш интернет экспорт и установим эту программу вот программка собственно все просто поначалу на английском языке естественно здесь как бы действуйте так как я действую на видео то есть устанавливаем все по умолчанию то есть далее 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 то есть next 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 ну вот нас поблагодарили за установку есть кстати страничка в контакте этой программы то есть можете там почитать также на фейсбуке вон как мы видим то есть вы можете там присоединиться и скорее всего это странички а как раз там разные фишки рассказывается об этой программе но мы попробуем как говорится методом тыка то есть откроем программу вот программа уже совершенно на русском то есть мы сейчас развернем то есть как мы видим здесь нужно добавить фото то есть аудио файлы также можно переходы также можно текст и естественные эффекты а что мы сейчас делаем то есть мы добавим фото первоначальное то есть у меня есть фото которое я специально подготовил так вот мы мои рисунки и вот здесь фото для уроков то есть я их сейчас горячими клавишами control а то есть выделить все выделяю всех и открываем то есть вот все фотографии у меня открылись то есть это мои личные фото которые я фотографировал самые простенькие конечно не судите меня если где то что то горизонт завален или еще что то и вот то есть мы в предварительное окно заложили сразу хочу сказать вот здесь надо разрешение изменить то есть вот видите здесь 4 на 3 а я вам советую изменить или 1280 на 720 16 на 9 или 1920 на 1080 как лица full hd но я оставлюсь допустим на 1280 на 720 16 на 9 то есть сразу сейчас мы будем переносить фотографии то есть они просто переносится как вы видите то есть я их легко переношу то есть без разницы я даже не смотрю какие у нас там без разницы фотографии то есть все простые разные тут и казани турции разные питер есть немножко то есть эти фотографии я фотографировал и как говорится они чисто личные фотографии но то есть вот здесь вторая строка вот допустим мы создали несколько фотографий еще и добавлю чтобы было побольше поинтереснее это все вот такие фотографии небольшие то есть здесь опять опускаемся еще ниже добавляем вот уточек это курорт красную соль кстати кто будет спрашивать уточки откуда вот мы добавили это все но еще что то давайте добавим ради интереса казань то есть вот мы добавили несколько фотографий здесь что еще мы можем то есть мы можем аудио файлы добавить то есть любой звук какой у нас есть то есть но я не буду добавлять звуки потому что у меня нету личной музыки которые я именно сам написал и чтобы покупать музыку чтобы выкладывать нужно покупать музыку вот вы можете уже для личного как говорится чтобы не выкладывать куда то там на youtube на youtube вообще нельзя выкладывать как говорится музыку без ссылки или еще что то без договоренности с автором этой музыки то есть у меня будет без музыки вы можете добавить то есть все так же добавляете как и фотографии то есть вот у вас звуковые дорожки если вы добавите сюда какую то музыку там то есть она легко вот как вы видите а сюда можете перетащить аудио файл звуковая дорожка то есть она у меня пока пустая ну вот мы добавили фотографии перешли переходом то есть здесь мы можем выбрать разные которые есть но я вам советую почему то в этой программе именно маленько подтормаживает я выбираю вот так вот добавить во все просто хаотичным разным способом как вы видите они сразу автоматически добавляются что мы здесь можем еще дальше посмотреть то есть мы можем посмотреть предварительный просмотры стрс вот ее его запустил как мы видим сейчас будет предварительно вот вы видите то есть уже как был так называемый наш видео файл уже практически готов то есть это наш коллаж то есть если мы добавляем видео как вы знаете все таки фотографии довольно таки интерес Luc moi То есть, если мы сейчас сделаем видео, какую-то музыку поставим и какие-то фотографии, и потом это смотреть все, допустим, на телевизоре или на компьютере, или послать друзьям, то есть, это будет намного интереснее и красивее. То есть, это, во-первых, сделано все-таки своими руками, и это будет интереснее. То есть, многие даже сейчас фотографы свадебные и все такие прочие, они именно так делают. То есть, выбирают там 30-40 фотографий и делают именно с музыкальным сопровождением, то есть, такой диск. С этой программой вы можете сделать, естественно, сами такой коллаж с лайт-шоу, с музыкой, и причем это будет сделать в видео. Как вы знаете, с телевизора сейчас многие поддерживают видео, то есть, это все можно сделать. Ну что ж, давайте теперь еще посмотрим, какие у нас здесь есть вкладки, и потом перейдем все-таки на вывод видео. То есть, мы можем добавить текст, любой какой-то текст. То есть, допустим, ну давайте вот здесь вот добавим текст, просто, допустим, собака. Ну, вот так вот. Ради интереса. То есть, мы здесь выбор шрифта сделаем, допустим, жирный. Да, вот, собака. То есть, все просто. То есть, вы можете каждую фотографию также, да, какой-то текст делать, любой на ваше усмотрение. То есть, мы все-таки здесь это как бы тестовый такой маленький видео урок. То есть, перейдем вот в эффекты. Здесь можно также создать эффекты. Ну, я думаю, достаточно простой. Не нужно нагружать проекты эффектами. Вот это самое главное. То есть, есть фотография, есть простая музыка, есть легкие переходы. Этого вполне достаточно, чтобы не нагружать, как говорится, свой мозг и сделать простенькую, легкую, именно, как бы сказать, слайд-шоу, легкое, простое слайд-шоу, видео. Ну, давайте сделаем видеофайл. Вот, как вы видите, сделать видеофайл. То есть, мы здесь выбираем формат. То есть, какой формат полностью выберите папку. Ну, пусть у меня будет на декстоп, то есть, на рабочий стол. Вы можете выбирать, естественно, лучше на диск D. Ну, я здесь выберу, у меня маленький. То есть, формат. Ави, ВМА и, допустим, МКВ. Я вам советую все-таки Ави. Он более такой, как сказать, везде читабельный. То есть, на всех DVD-плеерах, которые последние идут, на телевизорах, на компьютере, естественно. То есть, у всех кодеки нормальные ставят. То есть, здесь качество мы выбираем хорошее, лучшее или удовлетворительное. Ну, допустим, я сделаю лучшее. Также здесь выберите файлы. То есть, мы можем назвать, как наш файл будет выглядеть. То есть, мои фото, допустим. Ну, просто так. Ваши, конечно, фантазии здесь любое. То есть, мои фото. Вот так мне будет интереснее. То есть, можно дату поставить или, допустим, еще какое-то там. Любое ваше название. Ну, что ж. Нажали. Вот мы поехали, как Юрий Гагарин. Поехали. И вот. И у нас, вы видите, то, что идет. Создание, вот красным, создается видео. Используются кнопки паузы и стоп для управления. То есть, вот они здесь. Но мы их не будем. Все-таки мы дождемся. Вот как мы видим, здесь ребрейдинг идет. Видео. И сейчас мы на выходе получим именно наш видеофайл, который мы захотим посмотреть. Если вы более внимательно присмотритесь, то есть, вот на этой дорожке, на которой идет, вот видите, маленько как бы серый тон такой. И вот мы видим, как идет, конечно, именно редрейдинг видео. То есть, вот сейчас переход, вот сейчас, как если за мышкой, то есть, оно все идет. То есть, это такой простейший. Ну, вот дождемся нашего создания видеофайла. И посмотрим, что же у нас получилось именно в видео. Ну, вот, как вы видите, наш видеофайл создался. То есть, сразу нам сказали то, что окей. То есть, и мы можем эту программу, допустим, закрыть. Вот здесь даже дата проставляется, изображение. Кстати, это можно где-то убрать. Я просто не смотрел. Скорее всего, это в настройках. Переходы, основное. Нет. Кстати, здесь нету. Ну, самое интересное то, что он подцепляет именно изображение, какое у вас было. И дату сделанную этой фотографии. То есть, дата фотографии, когда она была сделана. Посмотрим, как это будет выглядеть на видео. Ну, можем здесь закрыть. Также можно сохранить, кстати, проект ради интереса, что его можно потом переделать. Ну, допустим, мы не будем пока сохранять ради интереса. И откроем все-таки, что у нас за видео получилось. Вот мы его открыли. Ну, вот. У нас пошло фотографии. Как вы видите. То есть, здесь уже не отображается. Вы видите то, что фотографии уже идут именно как с light show. Здесь, конечно, уже, как я вам неправильно немножко сказал, что отображается дата. Но, как говорится, это в проекте видно. То есть, когда создано, то есть, мы можем поставить. То есть, фотографии можно поставить именно в храконологическом порядке, чтобы это было удобнее. То есть, из-за этого, наверное, это все-таки показывается. Но с light show, как мы видим, этого нет. Если это нужно, мы всегда можем как добавить текстом. Как вы видите, собака я написал в начале. То есть, оно, это можно сделать. То есть, дату и, допустим, где эта фотография была сделана. Вы видите, простая программа. Она абсолютно бесплатная. То есть, легка в управлении, как мы видите. Сделали буквально за 10 минут наше с light show. Тут музычку добавить и будет все замечательно. Абсолютно интересная программа, которая мне очень понравилась. То есть, не нужно какие-то платные искать или какими-то сервисами. То есть, программа бесплатная. Да, она 2012 года, конечно. Но, что ж, зато она бесплатная. Также она будет работать на Windows XP, Windows 7. И, естественно, вот как мы видим, она работает на Windows 8. Ну что ж, вот еще раз посмотрим, как она здесь у нас начинается. Вот собака наша. То есть, все как положено идет. Вот изображение начальное, оно есть, текстовое. То есть, потом можно и его подправлять. То есть, это очень удобно. Ну что ж, вот на этом мы, как говорится, закончим наш урок по созданию именно с light show, которое вы просили. Ну, с вами был Павел Басманов. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова